Продолжаем наш диалог, возможность проговорить и в то же время открыть что-то для себя. Очень важно для нас, конечно же, переводить все во внутреннюю валюту, потому что внешнее все обесценивается, внешнее все временно. Мы живем во времени, которое ограничено, очень ограничено. И мы, конечно же, после встречи нашей с Богом пытаемся вырваться из этих рамок времени, из этих рамок пространства, из этих рамок, которые узкие. Они очень узкие, эти рамки для бессмертной души, которая будет всегда. В этом я вижу корень всего, что происходит у тебя внутри, вокруг. Можно облагодетельствовать тысячи человек. Исаак Силин так говорил, мыслило. Но если ты потеряешь внутри мир, если ты внутри не смиришься и не соединишься с Богом, в суе трудишься, жди, ждущие. Но мы, воспитанные этим временным миром, мы с вами, к сожалению, живем по-другому. Потому что так живут те, кто рядом с нами. Это то, что мы видим вокруг себя. Это тот опыт жизни, который мы с вами не сможем победить сами. Своими силами, своим умом. Нам нужна помощь. Буду я в вечности или нет? Или я буду в яме вечно, в вечной яме, темной яме, где все будет бессветно, где я буду один навеки. Потому что моя душа ни в чем, ни в ком не нуждалась. Моя душа была эгоистична. Моя душа была... Не способна была оторваться. От своей гордыни, от своего самолюбия, от своих каких-то, понимаете, ценностей, которыми я очень дорожил, и в которых я впивался всеми своими силами. Я за них боролся. Оказывается, это пустота. Оказывается, это... Мне и не нужно было. Оказывается, я сам себя добровольно лишил в победы. Понимаете? Вот как оказывается. Вот что, понимаете? Но попробуй усвой это. Попробуй это помнить, когда ты находишься в суете этого мира, когда находишься в каких-то суете проблем, когда у тебя разные чувства, настроения, когда ты сегодня так, завтра так, тебе что-то кажется, ты что-то видишь. Все это, как этот калейдоскоп, этот мир крутится. А нужно постоянство. Нам постоять 6-7 часов в храме слабо уже бывает. Мы уже как-то... Уже нам тяжеловато. Уже мы, понимаете, уже мы... Мы такие. Мы надорваны, Мы подорваны, Мы подорваны, Мы контужены, Мы не видим. Нам очень трудно бывает. И будет еще труднее. Но мы не сдаемся. Хотя понимаем, что война неравная. Как мы можем воевать с целым миром? Как мы можем воевать со своей природой? Как мы можем воевать вообще с дьяволом, который дух... Ум борется с умом. Вот Сазафрония написана в книге. Вот-вот война. Ум с умом. Дьявольский ум. Он предлагает тебе Заманчиво для твоей природы. Очень интересное предложение Он делает тебе. И ты сдаешься. И ты теряешь Бога на ровном месте. Потому что начинаешь думать, а да, может быть так, а может быть сяк, может быть по этому, может быть по другому. Все может быть. Все. Понимаете? Все может быть. А может и не быть. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Гамлет. Это действительно гениальное. Это гениальные слова. Это гениальный автор. Один из самых гениальных. Быть или не быть? И он стоит, этот вопрос, перед каждым из нас. Быть или не быть? И надо ответить, пока мы здесь, на этой земле. Нам быть или не быть? Быть или не быть? Бог привел нас в этот мир. Привел нас в храм, чтобы мы были, чтобы мы жили и чтобы мы никогда не умерли. Победили смерть. Вот для чего. Остальное все приложится. Ищите Царство Небесное. Все остальное приложится в защите Бога, как на прокинуте. А грех цепляется. Грех тянет вниз. Грех делает все, чтобы мы с вами сдались. И сказали, да нет, невозможно. По природе своей невозможно. Но по благодати можем все. вот так идет наша с вами сегодняшняя жизнь. И мы должны быть предельно, насколько нам это возможно, внимательными к тому, что происходит в нас, вокруг нас, и что Бог хочет. Ведь понимаете, как Бог с нами разговаривает, как Он с нами имеет общение, как Он нам с вами посылает эти смс-очки оттуда, с неба. Вот человек думает, думает, вот есть проблема, он не знает, как ее решить. А как это делать? Туда пойдешь, не туда, сюда, не туда. Как сделать? Как принять решение? И тупик, везде тупик. Ну и что? Ничего. Это тупик не потому, что это у Бога тупик, а потому, что во мне тупик, потому, что я тупой, потому, что я слепой. Но подождем. И вдруг приходит, может, проходит много времени, понимаете? Мы не ограничим это время. Проходит время, и вдруг приходит какая-то мысль. она в сердце доходит. Мы понимаем, вот так надо делать. Все. Решение есть. Решение готово. И мы с вами должны это решение реализовать. Мы это решение должны воплотить в нашей жизни. Потому что мы говорим, это воля Божия. А вот то, что я думал, то, что у меня какие-то были разные колебания, настроения, это все мое. Душевно, телесное. Значит, неправильное. Поэтому мы, конечно же, вот так должны искать правильных шагов. Потому что можно рвануть, да не туда. можно что-то сделать, а потом все нужно будет разбирать, разрушать. Можно строить на песке, и будет хорошо строиться, а потом видите, и все повалилось. вот такая у нас жизнь, непростая. И мы даже не понимаем иногда, потому что на что мы ориентировались раньше. Мы ориентировались на нашего состояния, на нашем душевном благополучии, на наших каких-то чувствах, но они сегодня нам не нужны, они нас обманут. Представляете, как нам надо вообще идти против себя, против своего ветхого человека. Это, конечно же, скажет, самоубийца. Что ж ты с собой воюешь? что ты? Нет, я грехоубийца. А грех 99,9 моего тела, моей души, моих желаний, моих чувств. И поэтому один, один какой-то маленький процентик, понимаете? Один маленький-маленький процентик, и это вот то, что Божие. Остальное все не Божие. И мне это надо не принять. И мне это надо не отвергнуть. И это надо все с этим исправлять. Понимаете, какая неравная неравная борьба. Но мы обязательно победим, потому что с нами Христос. Вот этот один маленький-маленький процентик, он должен всегда оставаться. Даже если кажется, что ты уже все побежден, что ты уже все проиграл. Нет. У Бога есть свои планы, свои ходы. У Бога все есть для нашей победы. Любовь. Свет Христов просвещает всех. Где совопросник мира сего? Мир своими живет ценностями. Мертвые хоронят своих мертвецов. А ты, душа, иди за мной. Да я не дойду. Да мне тяжело. А мне хотелось быть туда. Там солнышко, там пляжик, там водичка, там все так классно. А куда ты меня ведешь? Какие-то дебри в пустыне какие-то. Куда там? Но там твоя жизнь. все? Там я тебе приготовил землю обетованную. Бедные эти иудеи вышли из этого Египта. Все было. Это же богатое было очень государство. Понимаете? Все было. Еды навалом, всего навалом, питье навалом. Все было. И вдруг повел в пустыню. Господи помилуй. Вот так и душа, которая отрывается, пытается оторваться от своей греховной природы, от этой земли. Она действительно не знает. Она в недоумении. Куда меня ведет Христос? Я все хуже и хуже. Я пришел в храм, был до храма человеком, порядочным. А тут вообще полезло столько из меня. тут, понимаете, я ужасаюсь. Столько лезет, столько грязи. У меня такого не было. Я так говорил, когда пришел в храм. У меня не было никаких таких грязных мыслей никогда вообще. Что это такое вообще? Что я с ума уже сошел вообще? Что это? А ты ж не знал, ты ж не видел свою природу. Вот она какая. любуйся. Посмотри на себя. Вот это ты. А тебе хотелось там нимб прорисовать. Ну, не нимб, ладно, нимб это тогда не. Ну, просто, чтобы это все было, знаете, так, в таком красивом таком, понимаете, всем таком. Да, благородных оттенках. А тут все грязь. Везде дрянь, везде все плохо. Это ты вот, полюбуйся. Вот поэтому и говорят святые отцы, что если ты увидишь свой грех, это уже высшее видение, чем ангельское мир. Представляете? И поэтому люди некоторые не понимают этого. Вот в чем дело, что люди не понимают. Думают, это какая-то аллегория, какая-то к нам она не относится. На самом все, что мы слышим от святых людей, это все относится ко мне. Это не к той тете или дяте. Это ко мне. Просто я сейчас не понимаю, мне не до этого, мне нет времени. Вот в чем дело. Понимаете? Вот в чем. Ни в чем в другом. И вот мы с вами пытаемся строить новую жизнь. И с чего мы начинаем? С чего начинается Родина? Понимаете? Новая, настоящая, не новая, настоящая Родина. Настоящая Родина начинается с чего? А? С покаяния. Это вы буквари читаете. А у нас покаяние. Что такое покаяние? Я не понимаю, честно говоря, я этого не знаю. Науке это неизвестно. Но что-то происходит, что человек начинает переживать за свою жизнь. Человек начинает переживать, начинает страдать от своего греха. Ему становится некомфортно, как сейчас говорят, неуютно от того, что в нем живет грех. Душа начинает мучиться. Это милость Божия. Видите, в миру надо все спрятать. Что-то сделал, знаете, у нас сейчас так тоже сестры что-то натворят, и так, знаете, говорят, говорят, так и сповезут, а потом вскользь, чтобы, может, даже, может, ты там приснешь, не услышишь. Вот, что-то скажут, так, скороговор, а это самое главное. Ты же должен в первое это сказать. Нет, понимаете, может, проскочит. Нет, не проскочит, друзья мои. Да. Так надо было с этого начинать. Ну, как-то неудобно, как-то не хочется, так, какая хитрость, не хочется вас огорчать, батюшка. Любовь, понимаете, вообще, любовь вообще, она такая, любовь, такой любви вообще, где ты ее наедешь, понимаете. Вот и любовь. Поэтому вот мы начинаем строить наш мир. Сначала мы засучили рукава и поехали. Быстро все строится, но до первого грома. Вдруг бах, бах, и все, что ты строил, разрушилось. И вот это испытание, это испытание для всех, понимаете. Вот, ты строил, сейчас ты так молился, ты так постился, ты так все делал классно, и вдруг все, что ты строил, и может быть даже не один год, все разрушилось. И некоторые этого не выдерживают, уходят. Говорят, ну, невозможно. Вот, когда Господь сказал своим ученикам, какие-то вещи, превосходящие понимание человека, понимаете, когда Он сказал такие вещи, которые по-человечески вместить невозможно, то есть, Он сказал о своем теле, о своем крови, что вот, понимаете, ну, как это, по природе это невозможно принять. И ушли многие, сказали, кто это может слышать, это какой-то бред, о чем говорит. А остались те, кто сказали, что увидели в нем, говорят, а куда нам идти после тебя? Некуда. Вот так и мы в нашей жизни. Куда нам, если душа испытала хоть раз радость воскресения, радость победы, все, идти уже больше некуда. Большего мы нигде ни у кого не получим. Вот наш путь, оставшийся. И он будет все уже и уже. И мы будем себя видеть все хуже и хуже. И нам будет все дурнее и дурнее. Вообще, понимаете, мы уже в аду. А что Господь говорит угоднику своему силам? Не отчаивайся. Видите, как все складывается? Вот какая жизнь. И не надо нам никаких сказок. Не надо нам никаких романов. У нас все любят романы, понимаете, с какими-то такими бурными переходами, с какими-то не надо. Все очень очень просто. Поэтому надо читать, если вы хотите читать, читайте сказки. Если уже хотите немножко. Мне помню, один монах говорил, что сказки это самое из светской литературы, это самое духовное. Потому что там нет всех этих понимаете оттенков. Вот сказки просто. Вот Иванушка дурачок. И вдруг он становится последним, становится первым. Потом станет царем. А умные разумные запутались. То есть сюжет-то евангельский. И что мы будем поэтому делать с вами? Мы будем с вами благодарить Бога, что мы сегодня с вами сидим вот здесь. и никто нам не мешает говорить о самом главном. Что нас с вами волнует, тревожит. Понимаете? Вот это благодарность. У нас сейчас такая ситуация. Наша белая святая Русь это оазис какой-то. Насколько это будет дальше? У нас сейчас вообще, понимаете? А люди не знают этого. Нет, есть знают, которые знают это. Так вот у нас получилось. А что? Может потому, что здесь все время эти белорусы такие были уже все то французы, то немцы, то еще кто-то. Понимаете? Все они были померковные или еще какие-то. Толерантные. Нет, толерантные это плохое слово. Что вы меня путаете? Тьфу! Толерантные. Это вы толерантные. Я не хочу никаких толерантных. Сидите вы толерантные. Ладно, не важно. Нормальные люди. В общем, нормальные. Можно жить. Никаких проблем нет. Немножко прижимистые. Русские более открытые. Кстати, это отличается менталитет. Я всегда, когда ездил к отцу Николаю, а это было много-много-много лет, всегда какая-то есть грубость в России, но есть такая простота. У нас в Беларуси такой нет простоты. Вот мать знает. Понимаете, она есть простота, она евангелиевская. Человек может бросить, а ладно, был разбойником, пойду сейчас святым становиться. Понимаете, это здорово. Не догадывается вообще. Ну, у нас тоже есть немножко такие, которые хотят из разбойников во святые. Не все, конечно, но есть такие тоже. Значит, мы, значит, идем дальше с вами, идем дальше. нас все разрушилось, мы начинаем все восстанавливать опять. Но вы понимаете, что разрушения не кончились. И вот мы с вами все восстановили, все уже, укрепили все, да, уже крепко, все, фундамент, столько уже дали этого цемента, понимаете, ну, все уже не разрушится точно. Все. я смотрю, вот я воздвигал храм себе. И вдруг бах, и одни опять камушки. И надо снова начинать. Все сначала. Вот так в жизни, я говорю это о своей жизни, что вот кажется, ты уже что-то понял, оказывается, ты еще ничего не понял. Понимаете? Оказывается, ты еще ничего не понял. Вот как бы уже есть, почти 45 лет я в храме тружусь, я имею в виду, я еще ничего не понял. И вот, ну, надеюсь на милость Божию, что, может быть, сейчас мне что-то начинает немножко доходить, понимаете? Только бы это не прекратилось. Вот что-то начинает доходить, доходить, я имею в виду, не какими-то какими-то такими, а вот цельностью, понимаете, цельностью того, что происходит с тобой в твоей жизни. Ты смотришь на суть, не на какие-то человеческие какие-то, знаете, это такое, что нам не дает правильно усвоить что-то. Вот эти мелкие, ненужные какие-то сварки, какие-то разборки, какие-то чувства, это не дает нам цельности видения. Мы размениваемся, мы тратим силы не туда. Мы не слышим Бога, который нам говорит, ищите Царство Небесное, а все остальное приложится вам. Мы не слышим это, понимаете, мы хотим всего и сразу, и до конца. И этого мы с вами не получаем. И мы проигрываем. И упрямые, и гордые, мы опять и опять повторяем свои ошибки. Хотя бы уже давно надо научиться, понимаете? Надо начинать сначала. Если человек не готов слышать другого, если человек не готов пожертвовать ради другого своим, я своими какими-то привилегиями, выгодными, какая будет семья? не будет никакой семьи. Это будет просто кошмар. Какой будет монастырь? Да никакого монастыря не будет. Человек трудником не стал, а он уже схемонах. Мы это видели. Схемонахини у нас были. Бедные, да. Ну ладно, не в этом дело. Поэтому нам нужно правильно заложить фундамент и не любоваться своими построениями, своими какими-то конструкциями, своими чертежами. Все это не мое, это Божие. Аще не Господь созидит дом в суету, дышит созидит. То есть нужно совершить внутри себя полностью переворот. а я этого не могу. И я этого не хочу по своей природе. Мне страшно. Я к этому не готов. Но надо в себе в этом признаться. А когда человек в этом в себе не признается, и у него нет вот этого чувства такого, что я виноват, Господи, прости. У него нет внутренних таких переживаний за то, что он знает как, но не хочет. он себя обманывает, и тогда все у него хорошо. У меня все хорошо, у меня отлично, у меня все так, как надо, у меня все, 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 все. Ничего. У меня ничего. А все у Бога. В Боге. Конечно, церковь все, все, что она дает нам, нам просто нужно это принять. Даже если мы этого не очень-то и понимаем, но надо принять. Вот завтра будет такой, понимаете, особый у нас вечером день, вечер. Полностью канон прочитан, да, и в этом каноне вкраплено житье Марии Египетской, да, это сколько раз мы уже слышали это, да, и это все равно не надоедает, это все равно нас, наверное, нас, нас это, ну, как, все-таки, наверное, вдохновляет в чем-то. И нам это дает возможность сказать, что, вы знаете, так я могу окажется святым стать, я там что-то как-то неправильно жил до церкви, окажется, я могу стать святым, просто я это не очень-то и хочу. Дух твой благий наставит меня на землю правую. Вот говорите Богу, что вы хотите, хотя он знает, что каждый хочет и все, что хотите получите. Что вы хотите? Любви. Готово? Кого любишь? Мужа любишь? Получается? Да у нас святой, вообще, Георгий святой, это я представляю, это святой человек, вы его понимаете, делайте святым. Вообще, нет, я точно, я просто, я не представляю, как он вас любит. Вот это любовь. Это любовь. А может, это любовь? я не долгое время хотела домой прихожу и говорю, ну, в квартиру захожу и говорю, мир вашему дому. Он говорит, привет, привет. Ну, я ему поправляю, с миром принимаем. И так было долгое время. Потом в какой-то момент прихожу, я ему опять говорю эту фразу, а он говорит с любовью. Ой, Господи. Есть такие православные тети, простите, которые, знаете что, и медведя научат ездить на велосипеде. Так это неплохо. Я же рассказывал, как это было комично, и это было вообще, понимаете, и даже драматично, и вообще. Когда я венчал одну пару, такая тетя крутая, понимаете, по всем монастырям ездящая, привела своего мужа, и как они стали, я их начал венчать, и вдруг этот муж, его благодать коснулась, у него полились слезы, а эта тетя стояла, что ты плачешь, что ты вообще позоришь меня. А у него благодать пошла. Стой так. Вот тетя. Так что он вас вымолит, Тамара. Ну да, он успеется, они вымолятся, они прижимно подают записки. Псалтин, 41. Вымолят его, а он меня. Да, да, вот так, да, вот так, да. Какая чудная семья. Ой, Господи, прости меня грешного. Значит, знаете, и в конечном счете, значит, мы строим, мир разрушает, грех разрушает, мы опять строим, опять разрушается. Что в конце? Знаете, что в конце? Нам не важно, достроили мы все или... Главное, в каком направлении живет твоя душа. Какое твое произволение. Вот это самое главное. Если тебя Господь возьмет, а ты еще и первого этажа не построил, да, ну все. Но у тебя желание строить дальше, и ты хочешь строить, и ты понимаешь, что надо строить обязательно, несмотря на что, Бог тебя возьмет в рай. Понимаете? Вот ты тогда попадешь в рай. Потому что ты на пути. Это как та блудница, которую не пустили в монастырь, потому что было уже поздно, закрыли. Она ходила, ходила, и потом нашли ее мертвой. Вроде же она и не монархиня была, и вообще еще ее не приняли. Она была блудный человек, но она почувствовала Бога и рвалась в монастырь. И было открыто, что она уже в монашеском облачении, ее забирает Господь в царство своей любви. Знаете, вот как у Бога все. Не так же, как у человека, конечно. И мы должны все время понимать, что не так, как у человека, у Бога. Совершенно по-другому. А мы пытаемся Бога опустить на землю, приспособить к своим личным выгодам, интересам, к своему уровню, очень примитивному. Но нам кажется, что мы умны. И это борьба наша с Богом. Вот в этом заключается наша борьба с Богом. мы пытаемся Бога убедить, заставить служить нам. Не мы служим Богу, а Он должен нам служить. Можно быть теоретиками, можно быть кем угодно, но нам нужно видеть результат. По плодам мы узнаем, что к чему, где что. Понимаете? Поэтому плод духовный, есть радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Нам еще такие плоды надо еще вырастить, заработать. и мы продолжаем наш путь. И эта неделя тоже, благовещение, все это так, понимаете, в таком все. Как я могу, как может девушка родить? Понимаете? Как? Это же против природы. И когда человек говорит, а как это я могу сделать? А как? А как? Все можешь, если Бог будет с тобой, если ты получишь Божие благословения. Все, не сомневайся. Там даже есть канон такой, и там красивый такой вот монолог Божьей Матери и Архангела Гавриила. там как-то, как он там, Речет, а? Богородица Речи. А, и Ангел Речи, да? Видите, как красиво. Видите, все, Богородица Речи, а Ангел Возапи. Это тоже не случайно. Вот подумайте, почему так. Все, каждая буква, она, понимаете, в духе, она несет дух. А мы иногда говорим, говорим, тетради пишем, а духа нет. Все, плоть и кровь. И Царство Божие не наследует. Так что мы надеемся, что мы все-таки будем в правильном направлении развиваться, строить свои отношения с Богом и с ближним, и не ужасаться, и не не приходить в какое-то неправильное болезненное состояние, хотя есть от чего прийти. Но это неправильно. Надеемся, что у нас будет новая, новая страница, новая глава нашей жизни. Я вот, знаете, вот думал, сегодня стоял в храме, и такая мысль мне пришла, да, вот, ну сколько там, 30 лет назад здесь был пустырь, вообще ничего не было, а у Бога уже был монастырь, да, кто бы, ну сказали, сказал, здесь будут молитвы, сейчас будут люди, никто не мог сказать вообще, да вообще, ну что тут вообще, понимаете. А у Бога, видите, уже все построено, и все наши планы, которые мы хотим, понимаете, Бог, если это ей Богу содействующим, Бог будет их реализовывать, да. А самый большой план, который, самая большая задача, это моя бессмертная душа, да, ну как я могу войти в царственный венок, вот, понимаете, вот так, ангел-хранитель вазапи, да, помилуй душу эту, поэтому все идет по плану, все идет так, как нужно, все в руках Божьих, и мы продолжаем дальше, шаг за шагом, день за днем, идти к цели, к победе над смертью, победе над всем этим временным миром, победе над своей греховной природой. Вот в этом смысл всего нашего земного бытия. А если у нас другие смыслы, но это уже дело личное каждого. каждый выбирает свой путь. Понимаете? Вот и все. Никаких больше у нас нету недоумений. Мы все понимаем, мы все знаем. Что еще осталось нам? До конца, дотерпеть до конца, дойти до конца, смириться. И все. И человек чувствует, вот если он смирится, он сразу ощущает свободу, внутреннюю свободу, ему сразу становится очень хорошо, потому что отпадает этот груз греховный моего я, моих каких-то претензий, моих каких-то обид, это такой груз, который давит, понимаете, он мешает жить вообще, мешает. На Бога возвержу, на Господа возвержу, я печаль твою, и той тебя припитает. Ну, ладно, что вы еще хотите? Какие у вас есть размышления? Какие у вас есть... А, пожалуйста. Ну, прозвучала такая фраза, что можно попросить, и я хочу попросить. Я очень ценю соборную молитву. Вот. И молитву по соглашению. Вот. Потому что я вижу просто по опыту какому-то моему скромному, что Богу эти молитвы настолько угодны, что Он подает не только то, что у Него просишь, но еще намного более сверх того. Вот. Ну, да. И несколько лет назад мы делали такой маленький концертик, пою Богу моему Донди же есть. И там я такое для себя открыла 132-й псалом. Что добро или что красно, но ежежите братья вкупе. «Яка мира, сходящая на главе, сходящая на броду, броду Ароню, сходящая на меты одежды его, яка роса айрмонская, сходящая на горы сионские, яка там заповеда Господь благословения и живут до века». И вот я, когда читала толкование этого псалма, там говорили о том, что когда Арон входил во святая святых, благодать там была такая во святая святых, притворялась на нем в мира и эта мира вот так обильно по нем стекала. И вот для людей, которые живут дружно, Бог в этом псалме обещает такую благодать, только мы ее, может быть, просто не видим. Поэтому я очень ценю соборную молитву и каждую возможность помолиться как-то соборно. И на меня вчера нашло вдохновение. Я написала молитву и хочу попросить вас соборно помолиться молитвой по соглашению. Это молитва, я хочу в этой молитве призвать благословение Божие на Святую Русь. И попросить разных благ у нас для нашей Святой Руси. Так что если вы позволите, я прочитаю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бурекл и си причистыми усты Твоими, аминь, глаголю Вам, як воща двое или трое собирается во имя Мое, то есть мы посреди них. Господи, обещавай услышать соборную молитву, приносим Тебе сие моления. Господи Боже наш, единый в трех лицах, Отча, Сыне и Души Святые, дерзая на милости Твоей щедроты, едиными усты и единым сердцем просим Тебя, Владыка, о помиловании и прощении грехов народов России, Украины и Белоруссии, триединой Святой Руси. Еще просим о неспослании Твоего благословения на ны люди Твоя и земли Твоя. Их ждал я сенам и осветил через Святую Православную Церковь и святые угодники Твоя. И даруй нам Твое божественное просвещение, благочестивое житие по евангельским заповедям и Твоей воле, христолюбивые и человеколюбивые власти, доброе плодородие людям, землям и всякой полезной твари, благорастворение воздухов и вся благопотребная для наследования Твоего Царствия. Защити нас от всех враг наших, видимых и невидимых, и объедини все народы трех наших государств взаимной любовью. Всемогущая Троица Святая, упование наше, очисти, исцели, обнови и освети Святую Русь, Россию, Украину и Беларусь, молитвами преблагословенные державные владычицы нашей Богородицы, небесных сил бесплотных и всех ведомых и неведомых святых от века Тебе благоугодивших. Трое вас и трое нас вместе быть нам в самый раз. Аминь. Спасибо. Спасибо большое. Очень хорошо. Молодец. Молодец. У нас есть же такие талантливые послушницы. Так, у меня есть тут еще вопрос один. В молитве святого Ефрема Сирина мне мы просим Духа смиренно мудрее. Как вы понимаете это? Сестры монашествующие, а потом я в конце. Ну, давайте спросим, что такое, как они понимают Дух смиренно мудрее. Ну, начнем с Игумени, да? Матушка Игумень, идите сюда. Расскажите молодым сестрам, духовно молодым, что такое Дух смиренно мудрее. Вот что это такое? Поделитесь с вашими монашескими открытиями. Я думаю, что это надо скромно, смиренно думать о себе для начала. Понятно, да, хорошо. Ну, с этого начать. То есть много о себе не думать, да? Хорошо. Кто там у нас еще есть такие продвинутые сестры? Ну, сестры, что вы еще думаете? Кто знает, чтобы не вызывать, кто... Есть монаши, кто что-то еще может добавить? Нет. мать до Сефея, что ты можешь сказать про семья на мудре? Иди сюда. Матушка, так... Скажи нам, что такое... Потому что сестры хотят разобраться, читают молитвы, поклоны делают. А что это такое? Что для себя понимаю, чтобы этому научиться, надо тоже как-то побольше молчать, когда говорят другие, побольше слушать. Видите, ценное дополнение. Побольше молчать, когда говорят другие, побольше слушать, слышать других. пытаться очень сдерживать себя, когда все равно все кипит и хочется что-то сказать и доказать. И даже может быть объективно ты можешь даже быть и прав, но все равно правда будет в том, чтобы смириться. помню, не знаю, такое к этому тему пример, я сейчас помню себе такой пример, пример из такой нашей, такая зарисовка нашей жизни, была как-то пасхальная служба, начиная, и тогда у нас запивочки еще на столе, ну, на столах ставили, и всегда это было сложно, потому что много людей, и воды не хватало, и их подносили, и вот, и, честно говоря, сейчас нравится больше, потому что начали, там наливали, там толкались, сестры там тоже наши не очень хорошо себя вели, и все это было, то есть отнималось, вот на мой взгляд, почему я пошел на это, какие-то коронавирусы, что-то надо к этому полезное сделать, вот мне кажется, что это нормально. в общем, сестры там пытались организовать как-то, чтобы там было, все хватило, вот, ну, и одна сестра ушла, говорит мне, вот возьми банку с водой, банку, посходи, найди, и принеси дополнительно воды, вот, ну, у меня такая сразу реакция, конечно, внутри, во-первых, я была уверена внутри, что все равно воды хватит той, которую приносит панамари, вот, во-вторых, я стала думать как бы про сестру, думаю, ну, вот, она себе там непонятно кем возомнила, надумала и начала рекомендовать. Видите, как дальше идет мысль. Ну, слава Богу, у меня как бы наверное благодать пасхальная так и сдержала, я думаю, ладно, за водой, вот, ну, принесла воды, и она не понадобилась никому, но я потом у вас спросила, ну, так, может, надо было доказать правду, там, ну, вы говорите, что наоборот, так, тогда сказали, что так было правильнее все равно, вот, для меня это такой был, ну, урок. Тоже на молебне, знаете, такие есть энтузиасты, там много воды, они еще подливают, но я думаю, подливают, значит, ну, какая-то часть у человека, какая-то забота, и не важно там, что ее уже достаточно, этой воды, понимаете, главное, что человек взял, сам процесс, понимаете, мы же смотрим не на то, что вот там, что-то уже этого хватает, а на желание человека поучаствовать, помочь, понимаете, и это тоже смиренно-мудрее в какой-то степени, да. Спасибо, хорошее добавление. Монахиня Арсений, может, что-то нам скажет посмиренно-мудрее. Я не знаю, так, конечно, не хочется говорить, что я ничего не могу ответить, потому что, ну, кто спрашивал, он что-то, ну, как-то хотелось бы что-то сказать. и не хочется говорить какую-то теорию, которую ты там где-то читал, но единственное, что вот, ну, просто ради того, чтобы как бы что-то сказать, так тоже не хочется. Единственное, что вот за какое-то, за последнее время, вот, ну, мне, наверное, несколько раз подряд, ну, вот, есть одна цитата, которую я как-то в последнее время очень люблю, и она мне, ну, в жизни помогает. И я ее за последнее время несколько раз встречала в разных, ну, как бы в разных местах. Вот, но она такая, велико только одно, смирить себя, ибо гордость мешает нам любить. Преподобный Силан Афонский. Вот, и вот мне это помогает, когда, ну, велико только одно, смирить себя, ибо гордость мешает нам любить. Преподобный Силан Афонский. Ну, ну, там было, когда его там что-то, то ли спросили, то ли про что-то там такое рассказывали, ну, как бы, ну, вот, вот, а он сказал, и что, это ценно для тебя, велико только одно, смирить себя. Вот, и вот, когда, ну, даже бывает, там, или на службе стоишь, или там еще где-то, ну, и ты не согласен, например, с тем, что, там в этом происходит, или в этом происходит, и вот, как бы, ты бы, ну, как бы, ну, не то, что ты не так сделал, но у тебя, ну, или протест, или что, вот, и, ну, или, там, ну, не знаю, как бы, хочется там чего-нибудь, чтобы оно было хорошо, красиво, там, еще как-то, вот. Молчи, дура. Ну, 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 даже не то, что говорят, ну, как бы, ну, как бы, ты думаешь, а тебе надо там, да, замолчать, и все, как бы, вот, и я тогда вот вспоминаю, что, вот, стоп, велико только одно, смирить себя, ибо гордость мешает нам любить, вот, ну, и все, как бы, ну, и мне это помогает. Пожалуйста, вот здесь, Мать Мария, тут, лектор наш, Сея Руси. Ну, я не то, чтобы само, само определение, определить так, а вот то, как, Господь, вот, своим действием, или, по крайней мере, таким моментом, показывает тебе суть какого-то процесса, и это тебя смиряет. Вот, я говорю о научной деятельности, вот, когда я занималась, ну, так, наукой, ну, был такой период жизни, да, и, да, и поэтому, и я, в общем-то, работа была такая интересная, и были моменты, даже какого-то маленького открытия такого, вот, но, и когда я приехала в Минск, то есть, не в Минск, а в институт, и начала рассказывать там о своей работе, там и так далее уже, когда она была защищена, и все, там наши коллеги восхищались и говорили, ой, слушай, это так здорово, это так интересно, это то, это все, а я это уже совершенно не воспринимала вот так, как они, почему, потому что вот, работая в этом во всем, я увидела такую глубину и такую широту Божью во всех этих процессах в организме человека, что тебя сразу, вот, как будто бы взяли и вот так вот по голове ударили, посадили на место и сказали, ты мошка, ты мелочь, ты молчи, смиряйся и если что-то и сделала, то это такая ерунда, понимаете, то есть вот, вот через вот это видение вот этого, этой глубины, этой широты, этих необыкновенных взаимодействий, у тебя голова кружится от того, что там происходит в этом организме, эти несколько желез, они дают сотни взаимодействий и с другими органами, и между собой, и реакция на каждую процесс какой-то внешнего действия на организм дает вот это вот взаимодействие, глубину, и каждый раз оно все по-другому, и все по-разному, и ты начинаешь понимать, ну, свою такую немощь, такую мелкость, такое ничтожество твое, и это тебя смиряет на всю оставшуюся жизнь, и вот я вижу в этом мудрость Божью, которая может вот настолько подействовать на человека, что он становится смиренно-мудрым, то есть он... Перед величием Божьей, любви, вообще мироздания, человек, ну, что-то, что-то рыпаешься. И вот, мне кажется, что вот это очень важно, когда мы увидели в каком-то процессе Бога, и сравнили с тем, что мы можем, и что может Бог, и оно рождает вот это вот, по-моему, состояние смиренно-мудрее. Спасибо. Спасибо, Господи. Мать Анфиса Младшая. Ну, я всегда как-то путала между смирением и смиренно-мудрым, я так и не разобралась, какая разница между этим. Но если вот в этом направлении, то... Ну, у меня такая есть мысль, что, наверное, смиренно-мудрее, но думать смиренно, это думать, что ты без Бога ничего не можешь сделать. Это, наверное, вот то, что батюшка говорил в начале собрания, что надо очень много раз упасть, много раз, чтобы всё разрушилось, но... И ты понял, что... Ну, ты сам ничего не можешь построить, только всё отдавать в руки Божьи. Но мне кажется, такой хороший пример, вот как раз разбойник благоразумный, что он, несмотря на то, что у него ничего хорошего не было, и в момент смерти он смог... Держнуть такое. Да. Ну, как-то так. Мне кажется, вот это вот что-то такое. Спасибо. 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 Пожалуйста. А вот тоже такой пример, батюшка, относится ли он к данному вопросу о смиренномудре или нет. Когда святой Серафим Вырицкий, тогда он ещё был купец богатый, торговал пушниной, насколько я помню. помните такой момент из его жизни, когда он ехал на своём... на своём... этом самом... и сидит у дороги мужик. Сидит у дороги мужик и что-то... ну, бубнит. И когда он прислушался, значит, он услышал. Бог дал, Бог взял. Буде имя Господне благословено от ныне и до века. И вот сидит этот мужик и без конца об этом говорит. Повторяет эти слова. Он тогда остановился, вышел и стал с ним разговаривать с этим мужиком. Почему же он так говорит? И оказалось, что бедная семья, очень больной там или ребёнок, или кто-то, ну, из семьи, да. и вот дали, взяли последнюю лошадь, которая, ну, чтобы выручить какую-то копейку, чтобы как-то продержаться ещё. И пошёл он на рынок, чтобы продать и это что-то, ну, заработанное привезти на прокорм. И продал лошадь, а потом его обокрали. И вот он понимает, что так он идти не может домой, как он придёт туда. И вот он сидит у дороги и говорит, Бог дал, Бог взял. Буде имя Господне благословенно отныне и до века. И Бог не посрамил. Тогда вот преподобный Серафим Вырицкий, он ему тогда помог, поучаствовал в судьбе этого мужика. Ну, просто я не знаю, правильно ли относить это тоже к Смиренно-мудрию этого мужика? Ну, вот такой пример. Так, ну, я лично вам формулировок никаких не скажу, но я скажу вот мне два таких маленьких случая. Вот я видел Смиренно-мудрию, связанные с отцом Николаем Николаем Гурьяновым. Когда я к нему ездил, я очередной раз говорю, батюшка, вот я скоро приеду, через пару дней я опять приеду к вам, и он вдруг абсолютно смотрит, говорит, ну, что ты ко мне ездишь? я дурак, я ничего не знаю. Вот у вас там полно священников. Ну, не полно, он полно не сказал, это было не в его таком, да? И я увидел в этом такую простоту, и такое, понимаете, ведь обычно же как говорят, ну, приезжайте, такой бородатый какой-нибудь там, истощенный монах с горящими глазами, да, я тут буду, а тут, понимаете, вот такая вот простота, вот именно это для меня было вообще, это было, да. И еще вот такой случай связан с отцом Николаем, к нему как-то это было, это есть даже запись этого, ну, это на видео записываю, приехали митрополит Филарет к отцу Николаю, стоят люди, много людей, представляете, вот митрополит, вот такой, понимаете, один из уважаемых самых людей в православии, вдруг смиренно становится в конце людей и смиренно ждет, когда дойдет его очередь. И отец Николай его помаживал. Вот это, мне кажется, вообще, это космос. Вот честно, для меня это вот такое, понимаете, вот такое понимание вообще духовной жизни, вот, понимаете, ну, ну, какой-то там священник, там, понимаете, на каком-то острове, там, ну, митрополит, филарет, это же, это же, это же, это же вообще, это, вот, понимаете, вот такие вот вещи, да, вот, когда мы их видим в жизни и запоминаем, они служат нам ориентиром, как нужно жить правильно, как действительно строить наши отношения с ближними, как правильно вообще воспринимать те или иные повороты нашей жизни, где мы можем все-таки пойти не туда, не в ту сторону, понимаете, вот, вот мне кажется, вот, если мы будем с вами внимательны, если мы будем смотреть на себя и не тратить силы в любопытстве, в каких-то, понимаете, разборках, а будем концентрироваться, да, вот, на внутреннем человеке, то я думаю, мы будем открывать столько всего, потому что это будет живая школа, школа жизни, и преподает эту школу Христос, Господь преподает, да, только нужно усваивать уроки и, конечно же, рано или поздно сдавать очередные экзамены на нашей, на нашем каком-то жизненном, каком-то этапах нашего жизни, развития, да. Да. Это вот вы сейчас сказали про взаимоотношения, вот как важно, ну, как важно, наверное, видеть действия Бога, между вот этими взаимоотношениями, и мне хочется рассказать, наверное, про свои взаимоотношения, как у меня, они развиваются, вот, со своей невесткой, потому что они действительно, они такие, знаете, по синусуиде, вот так, вверх-вниз, вверх-вниз, но когда мне хочется вот рассказать, как Господь действует, и когда ты ничего не предпринимаешь, а видишь его силу и любовь, то есть, ну, я готовила праздники к 8 марта, и как раз такой был период, ну, политически очень такой нестабильный, вот, но, тем не менее, 8 марта, это нужно было его провести, потому что детки, они выражают свою любовь к маме, и они должны говорить о ней, понимаете, в любом возрасте, как бы ни было, но ребенок должен всегда говорить маме своей, как он ее любит, понимаете, просто выражать свое чувство, он должен, потому что, чтобы не были дети, знаете, черствыми, они должны проявлять какой-то, знаете, такой нежность, какую-то ласку, какую-то, даже вот заботу о своей маме, вот, и все это, конечно же, я это вот учу и говорю деткам, преподаю, и вот, значит, должен быть праздник, и вот, я, значит, Света спрашиваю, Света, вы там выучили слова? Нет. Я так думаю, ну, Ира, если ты сейчас скажешь, ну, а слова, а как без слов, знаете, стихи должны быть на утреннике, вот, ну, и думаю, если сейчас скажешь, ну, вот, не выучила, думаю, ладно, я говорю, ну, ладно, Светочка, осталось там пару дней, поучи. Дальше мы все сделали, то, что вот музыкальные номера, я говорю, а сценку выучили там с детками? Нет. И я думаю, ну, ну, все, а на этом все строится, то есть сценка, детки там должны где-то участвовать, рассказать, что, как бы, они в роли каких-то там животных, они та же, там, птичка идет, тоже летит к маме, зайчик к маме летит, чтобы подарить маму, думаю, а как без этого? Ну, батюшка, терплю, и говорю, ну, хорошо, я говорю, ну, а сабата же не знаю, но, понимаете, какое-то внутреннее чувство подсказывает, ну, все на этом, нет так нет. И я говорю, хорошо, детки, значит, вот это что-то я им сделала, занятие закончилось. И как будто, понимаете, мне, думаю, вот хорошо, когда ты не идешь в спор какой-то, что ты не говоришь, как тебе это важно, как это нужно, ну, уже, понимаете, уже не выучено. Тут за пару дней оно не выучится. И сценка, она тоже не разучится. Тебе только нужно это принять. И вот, я говорю, ну, хорошо, и вот мы так оставили, у нас праздник прошел, без некоторых, некоторые детки выучили, но не все. Вот, и без этой сценки. я как-то себя словила на мысли, думаю, как хорошо, когда ты не... Вот тебе вот эта справедливость и истина, она тебе могла навредить чем-то. А как важно тебе отойти от этого и принять то, что есть. Да, батюшка, да, принять то, что есть уже. И все это, думаю, так легко. И казалось бы, ну, вот, как это легко, вот так вот с человеком, знаете, вот общаться, как хорошо вообще вот жить. Но тут дальше развиваются события. То есть, как только я сказала, что мне легко, тут же сразу начинается, у Игоря был день рождения. И вот там была очень неприятная ситуация. А перед этим забрались Светиного сына старшего в армию. И понимаете, там начались такие переживания, потому что это все... Ну, это все серьезно было так вот. И она, конечно, все это переживала. А это было... А это было как раз батюшка перед утренком. Да. И вот она говорит, то есть разговор начался вот прямо вот, ну, за столом. Она говорит, Ирина Васильевна, как вы можете проводить эти утренки, когда такая обстановка, и когда... Я говорю, ну, вот я начала объяснять, Светочка, так и так. Понимаете, и я чувствую, что у меня не идут слова. Вот. А человек все больше и больше, понимаете, как можно на такое время, когда это самое... сейчас неизвестно что, потому что это... Вот. Ваш сын сидит, а мы его забрали, и вы еще собираетесь там веселиться и что-то такое готовить. Понимаете, я не нашлась, я просто как бы вот так вот... Ну, принимала это. Нельзя сказать, что у меня какая-то такая была злобленность или злость. Господь мне дал какое-то такое, понимаете, принятие, вот ее состояние такого. Понятно. Да. Понять ее, да, да, то, что она сейчас чувствует. Но, конечно, это было тяжело, потому что было неприятно. Понимаете, она начинала кричать, ну, там, ругать, как бы вот так вот, как это вы можете? Я говорю, Светочка, ну, это же не значит, что я сейчас не должна выходить на работу и не работать. Я говорю, у меня такая работа с детками, они-то не виноваты, что сейчас происходит, да? Но, а у них, а у них любовь. у детей, и у них мама есть. И вот я вспомнила, когда мы, знаете, когда у меня немножко такое вот состояние, против нее немножко такое было, не очень хорошее, обидно такая была, то, что я, как-то все молчат, и я это все слушаю, и она, как будто меня это вот, ну, вот так вот, да, 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 и как-то там кричала. Я не ожидала этого, но я просто это сам послушала. Слушаю, и хорошо, что мне там позвонили, я из комнаты вышла. Ну, там начали, наверное, может быть, говорить, ну, Света, ты, наверное, слишком так раскричалась, так, наверное, нельзя. Я прихожу, и все, конечно, поменялось. Ну, поменялся сам тон разговора, и ход праздников совсем по-другому пошел. Ну, вот настает, значит, праздник утренник. Ну, а я еще в таком, знаете, обидчивом состоянии, и вот мы, а как раз она, это самое, ведущая на праздники, и вот она, значит, сказала свои слова, и детки должны сразу начать петь песню о маме. И вот пошла фонограмма, и я смотрю на нее, батюшка, она стоит, и у нее слезы. А такая песня, такая, знаете, вот я подбираю, чтобы эта песенка как бы тронула, вот, и деток тронула, вот, своим отношением к маме, и чтобы мам тронула, что вот ребенок говорит такие слова. И вот я смотрю на Свету, и она, у нее слезы на глазах. И понимаете, а мне стоит вот только посмотреть, и я это почувствовала, что, как это больно, наверное, да, как действительно, что вот сейчас ей очень тяжело. И тебя касается, вот, и Господь тебе дает увидеть вот эту боль. Батюшка, через эти слезы я стою, и у меня тоже слезы идут, дети на меня. Я думаю, так, Ира, все, возьми себя в руки, потому что тебе песню нужно допеть. И я думаю, сейчас, если поверну, я просто, ну, не смогу дальше вести, потому что мне действительно ее стало настолько жалко. Господь настолько показал вот эту вот, понимаете, ее боль, потому что вот она не знает там, что с сыном, а ей нужно утренник проводить. И вот она стоит, плачет, и я так это самое, ну, как бы ее, она, я на нее смотрю, она на меня. И, понимаете, как бы я очень хотела ее поддержать вот этим, что, Светочка, все хорошо, все это самое, мы сейчас, все будет у нас хорошее, мы действительно так утренник провели, тем более вы благословили, батюшка, спасибо вам. Понимаете, так утренник прошел, столько вот слов было благодарности, и Света всех поблагодарила, родителей, деток, и мне, знаете, вот это вот все сошло, и я вот только на утренке, понимаете, увидела, как это вот, не там за столом, а вот на утренке увидела вот эту боль, понимаете, и Господь дал мне вот это вот почувствование, батюшка, да, вот это вот сострадание, как бы, и все, и вот это вот все, ну, как бы спало так, и потом опять все вот налаживается, все хорошо, хорошо, но настал пост, тут опять свои пошли, ну, как бы тоже взаимоотношения, немножко, понимаете, вот опять, вроде бы хорошо, и ты вот расслабляешься, что, как хорошо, что, Светочка, Игорек, там детки, внуки, вот, но нет, тут опять, значит, у отца Игоря был день рождения, но они немножко, ну, как бы, даже очень сильно, как бы, повздорили, очень сильно, короче, они так вот, ну, как бы так, друг другу сказали, ты мне никто, вот, и Игорь решился, наверное, ну, так вот, слава Богу, что он все-таки решил с отца поздравить с днем рождения, вот, а у меня, ну, якобы тоже хотела, потому что, ой, это отец, Игоря, и, но у меня телефона не было, и вот я звоню Свете и спрашиваю, значит, Светочка, у тебя есть телефон? Игоря отца Володи. Она говорит, а что, вы собираетесь ему звонить? Я говорю, ну, да, поздравить с днем рождения. И тут все пошло. Как вы можете звонить? Вот Игорь позвонил, и он такое тут получил в ответ, да лучше бы не звонил, а вы хотите еще такому человеку позвонить, да как вы можете, это самое, это же ваш сын, понимаете, батюшка, я не в курсе дела, вообще ни при чем, даже не знала, что Игорь, ну, как бы звонил, а вот так вот начинает рассказывать, и все. И как бы опять, понимаете, вот такой вот был разговор, очень, ну, жесткий, неприятный, потому что, а я не могу ничего ответить, я растерялась, потому что, мне только хотелось действительно поздравить человека с днем рождения, а тут оказывается, что я как бы виновата за это мое желание. И говорит, ты же, вы же говорит, Ирина Васильевна, это же ваш сын, как вы же должны его быть на защите, там все такое, я говорю, Светочка, я же не против сына, я просто, ну, все, короче, получила по полной программе, я даже оборвала вот этот вот разговор и не поняла, что... Вы позвонили в конечном счете? Но она мне дала телефон, батюшка. Вы позвонили или нет? Я не позвонила. Позвонили? Нет. Двойка. Все. Ну, не знаю, так вышло, но потом опять... Двойка, 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 двойка. Батюшка, мне телефона не было. А, не было телефона, ну, ладно, хорошо. Найдите телефон и позвоните. Ну что, давайте сейчас мы... Что? Ну, во-первых, низкий поклон монастырю, сестричеству, батюшке за помощь многолетнюю и сейчас, которая очень вовремя, вот, людям, которые находятся в районе боевых действий. Вот пока, когда началась активная фаза, мы уже три раза успели съездить. Вот, сейчас приехали с Мариуполя, были и на левом берегу, где чеченцы, в центре, и с восточного берега, где, ну, где все очень плохо, где люди, ну, за хлеб руки целуют. Вот, то есть там очень плохо все. Вот, и были, ну, и Донецк, там другие места такие. Сейчас опять едем, поэтому спасибо вам большое за помощь. Расскажите, что там такое сейчас происходит? Когда вообще освободят Мариуполь? Так, ну, на глазах освобождают, если честно, но, если честно, не скоро. Нет, там Азовсталь, там два завода и в центре еще, то есть там практически как бы, ну, вот на глазах освобождают, то есть один раз мы, например, приезжаем, там два дня работаем или три, во второй раз уже дальше проезжаем. Сразу идем с второвыми группами и сразу вот людям там оказываем помощь, которую можем. Кого-то вывозим, кого-то раненых забираем, там, ну, так вот, кого-то это самое, и сразу, ну, что можем, лекарства какие-то раздаем, потому что там город больной весь, там, то есть, ну, много погорельцев, дети там в тапочках, этих сланцах, а отопления же нет, ничего нет, и там, ну, в развалинах живут, то есть, такого, честно, я не видел еще никогда, хотя много, видел разного. Берут, хорошо берут, но у них азов стали, они, как бы, там под землей сидят, там подземно, они накопали, и ничего, ну, вот, чтобы объяснить, ну, чтобы понять, вот, канонанда идет, стреляют туда день и ночь, то есть, самолеты бомбят, и артиллерия работает, то есть, им не спать, не есть, они, ну, они на психотропных сидят, в основном, вот, ребята, потому что они заходят на позицию, и 7 суток там вообще не спят, ну, я имею ввиду националисты, вот, ну, то есть, на всяких таких, дерутся отчаянно, и, а и одни, и вторые, и мотивированные обе стороны, очень сильно, ну, тяжело просто взять, именно вот, технически тяжело, воюют грамотно, ну, как бы, все в порядке в этом плане, очень прикрываются мирными, постоянно, что, ну, я там наслушался такого, что, и видел такое, что, ну, как бы, действительно идет прикрывание мирными, самое настоящее, то есть, там, ну, не хочется рассказывать вам, тем более на ночь, вот, просто люди, ну, чтобы вы понимали, я просто скажу так, вкратце, с чего началось все, и как бы, основа нас батальонов, она такая закрытая была всегда, нас батальоны, это было отдельно, они сейчас получили, как бы, ну, стали как бы влиять на власть, но туда не брали никогда, это закрытые такие, вот Азов, например, туда не брали никогда православных, католиков, и даже протестантов, не брали вообще по определению, то есть, человек должен быть точкой только язычника, поэтому они там и пляшут на трупах, прыгают, понимаете, то есть там, ну, это чужое абсолютно, на мой взгляд, вот, это чужое, ну, менталитет, чужое, чужое понимание, как с тьмой столкнулись, вот честно говоря, вот, такое ощущение, ну, и, то есть, абсолютно не жалеются, если в Донбассе, я приехал как раз перед войной, там, проводили эвакуацию, там, мужчины мобилизовывали, ну, эвакуация была, поверьте, я вот своими глазами видел, там, день и ночь, эти автобусы были, день и ночь, там, все, люди не хотели ехать, потому что люди уже научены войной, думают, ну, еду, там, квартиру размородерят, как бы, ну, тем более, тогда еще так не стреляли, но все равно уезжали, 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 а там же эвакуация не проводилась вообще, ну, никак, то есть, ну, людей не вывозили, вот, приходится за штурмовой группой идти, забирать, вот, сейчас у меня список, кого надо забрать, то есть, там, 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 две женщины раненые лежат, с детьми маленькими, там, там, ну, то есть, еще ловушек много, то есть, тебя зовут, едете, бежите туда, там, у ребенка осколок в голове бежишь, а там засада, ну, то есть, вот, ну, хватает всего, короче, такого вот, то есть, я вам говорю свое мнение, субъективное, может, верить, там, что, чисто языческие такие, да, у нас, подальоны, да, но дело в том, что они уже растворились в составе ВСУ, и ВСУ уже стал, у них, ну, русский не должен обнять свою мать, все, вот это у них, ну, это у них 8 лет, вот это вот им вдалбылось, то есть, это, ну, это так, серьезно все, вот, именно поэтому, наверное, война идет, потому что, иначе бы, вот, с другой стороны, много и человеческого, конечно, там, вот столько, вот столько вот человеческого, ну, я имею ввиду, вот страна, страна, спасают люди, гибнут ради других, ради брата своего, ради мирных, ну, хватает всего, война есть война. Герои, да? Герои очень много, вот, действительно, страна наша, героев богат, очень много. А чеченцы как воюют? Ну, часть сидит, сигареты стреляет, вот, ближе к тылу, а часть воюют нормально, но они более хитрые, то есть, например, если, как бы, по плану сейчас воюют, ну, предположим, оборону в каком-то доме есть, значит, разведгруппа натыкается на эту оборону, заказывает альтерерию, и альтерерию этот дом там, ну, обрабатывает. То чеченцы, они больше любят так, ну, группами захватить, зайти в тыл, и у них получается, при нас они сходили за снайпером, зашли, две ложные группы, зашли, взяли этого снайпера, то есть, они дом не раз, ну, артериерию не вызывали, сами так, неплохо выявят. В принципе, и отношение к народу, ну, мы там же два дня раздавали, вот, лекарства особенно, и нормальные, они так, ну, старших по подъезду выбирали, то есть, например, если на правом берегу нас народ просто сметает, ну, потому что тысяча людей, вот, то там они так, старших по подъезду, то есть, так убедительно, но, и в то же время, каждый о своем заводится, то есть, плохого не видел, ну, какого-то отношения, нормально, в принципе, по-человече, и тепло даже где-то, вот, остальной Донбасс, там война топчется на месте, там идут лобовые атаки, много потерь, там укрепленные районы, там 6 метров бетона внизу, вот, на освобожденных территориях, ну, просто по телевизору, там где-то увидишь Херсон, там что-то там, люди как-то там, ну, кричат на солдат, на Донбассе такого нет, я был на всех практически освобожденных территориях, вот, ну, если брать Мариуполь, туда, к Бердянскому, там этого нет вообще, люди, вот, какие были, такие есть, родные, хорошие, все отлично, спасите, помогите, то есть, как бы, плачем вместе, ну, нормально все, вот, вместе с ними, нормально, в этот раз, выкурили 7 человек, четверых на Крым, двоих мальчишек, вот, повезли сюда, вот, а пока везли, они, маму, мама медсестра, как бы, ну, ее там, начинали призывать, а папа, получил осколок в челюсть, ну, как раз вот, когда выезжали, вот, они поэтому тоже такие, вне настроения были, ну, сейчас нормально вроде там, вот, и одну женщину в Бердянск, Донецк, прямо завезли с Мариуполя, и, то есть, каждый раз кого-то, вывозим много, ну, людей, сколько сможем, вывозим, вот, ну, вот, спасибо вам большое, вам спасибо, спасибо.